Все везло из Петербурга, специализированные машины, с пневмоподвеской и так далее, и климат-контроллер. 38 предметов. Каждый представляет особую ценность. Чтобы их не повредить, все тщательно и с осторожностью упаковывали. При упаковке, к примеру, вот этой тарелки, да, собственно, и всех произведений, которые приехали в Барнаул, используется специальная микалентная бумага. Она полностью натуральная и защищает произведение искусства от механического воздействия и пыли. А защищать есть что. Произведения для будущего зала художественного музея отбирали вместе со всемирно известным мастером Владимиром Гориславцевым в его питерской мастерской еще два года назад. В музее уже есть 20 его работ. Он всегда приезжал на Алтай не с пустыми руками. Часть из прибывших на днях – тоже его подарок. Создавая такое здание, новое здание для музея, мы понимали о том, что в наших экспозициях, в наших фондах должны появляться новые предметы, которые бы характеризовали наш Алтай, характеризовали нашу связь с нашими земляками. Не случайно все прибывшие в Барнаул работы известного художника и керамиста объединены двумя темами – солнечный Алтай и строгий Петербург. Все это – объемная керамика. Направление активно развивалось в 70-е и 80-е годы 20 века. Каждая из тарелок или объектов участвовала в международных выставках. Инна Галкина готова говорить долго почти обо всех работах, к примеру, об этих окнах. В керамике окна и двери – это вот как-то, знаете, такая осмысленная, по-другому очень ипостась архитектуры. То есть окно, окно в мир, окно какое оно бывает разнообразное. До момента открытия нового здания музея вся эта красота будет храниться на специально заказанных стеллажах. Руководство надеется, что надолго процесс хранения не затянется. И встреча зрителей с произведениями искусства все же состоится. Завершение мы сейчас знаем по последнему конкурсу, который объявлен и, так сказать, официально стоит 22-й год. Март, по-моему. Март 22-го года. Завершение строительно-монтажных и всяких работ. Ну, может, к концу года заедем. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.